Субтитры создавал DimaTorzok Ну, например, с моей точки зрения, вот опыт пересечения европейской границы, проводник собирает паспорта, а утром выдает, ты спишь, да? И, значит, вот эти полтора часа ночных, ты, значит, не сидишь в ожидании этих четырех человек, да? Да, допустим, несколько проектов. Вот этот сайт, вот этим конкретика, вот на этой конкретике уходит, вот есть люди, ушибленные имперской идеей, например, там в России, идеологически, их в клинику, это не обсуждается. Но я сейчас говорю о том, что вызывает раздражение, натирает миллионам людей, натирает. Это такая вещь, которая гораздо более чувствительна, да? И потенциальный электорат, так сказать, имперский, конечно, я шутил просто имперский, но он вырастает от необходимости заполнять, так сказать, на ходу, ночью, мелкими буквами, английскими языками, да? Он нарастает. Значит, вот такие точки найти несколько, я предлагаю для начала, несколько очевидных волевых точек, вот ложь, очевидно, это в большей степени касается России по понятным причинам, потому что у нас морг, а у вас хаос, да? В хаосе веселее. Значит, вот такие вещи, несколько попытаться, попытаться завтра вот к этому часу иметь какой-то, 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 ну быть на подходе к какому-то маленькому механизму, который можно подключать. Вот есть социология, есть СМИ, есть военная, да, сотрудничество. Чтобы это было, чтобы это интересно. Это интересно. Вот я, как потребитель этого сайта, да, потребитель, я понимаю, что мне это было бы интересно. Узнать и историю, взглядную историю, да? Оттуда, отсюда, полемику, но не полемику нашего жирновского с вашим жирновским, да? А полемику нашего историка, внятного, с нашим историком внятным, вот один сидит рядом, да? Внятным, да? Социологи, сравнение цифр, да? СМИ, да? Отдельный зоопарк для сумасшедших, там Леонтьев обитает, прекрасно. Танки на Донбасс, отлично, мы его цитируем, показываем, туда ходим смотреть, какими мне надо быть, да? Где-то есть, но, опять-таки, есть действительно болевые точки, которые можно действительно обсуждать нормальным людям. Создать эту площадку. Я предлагаю сконцентрироваться на этом, подумать, какие могут быть у этой площадки, так сказать, отсеки. Иначе мы взаимным уважением просто выслушаем, посетуем, вздохнем и разойдемся, да? Действительно весна, Киев, все очень хорошо, но хочется с каким-то результатом выйти. Вот, вкратце. Я единственное, что хочу сказать, что во время игры «Шахтер-ЦСК» 90% не меньше украинцев болели, конечно, за наполовину бразильскую команду «Шахтер». Тем не менее. Во время игры «Шахтер-ЦСК» болели, конечно, за наполовину бразильскую команду «Шахтер-ЦСК». Я хочу сказать, что действительно, что действительно потенциал, вот подо всем этим, это очень такая сверху эта порка набрасывается. Потенциал выясняется не там. Знаете, как говорят, хорошее отношение к человеку, ты, психолог один, мне сказали, замечательную мысль, что свое отношение к человеку реальное. Ты почувствуешь, когда ты его увидишь внезапно. Вот, когда ты не готовишься к встрече, и у тебя есть какое-то отношение, которое ты как бы должен к нему испытывать, а вот ты видишь человека внезапно, вот то чувство, которое ты испытал в первую секунду, когда увидел этого человека, и есть свое настоящее чувство к этому человеку, да? Иногда оно очень не совпадает, да? Так вот, я хочу сказать, что как раз такая вещь, как, допустим, вот эта моя социология домашняя по футболу, она, мне кажется, чрезвычайно показательная и обнадеживающая. Спросишь, как вы относитесь к Украине? Плохо отношусь. Они вот такие, они предатели, они тостят, да? Потом играете на Мукееве, все болеют на Мукееве, играет в сборной Украины, не потому что там Семен, неважно, играет в сборной Украины на чемпионате, все, я свидетель, все сидели, болели за сборную Украины. Это и есть то биологическое, какое угодно назовите. Хотя мне там о славянском братстве говорить смешно, но историческое. Историческое, историческое, значит, это никуда не делать. Надо, давайте, давайте, сконцентрируемся на механизмах за оставшиеся эти деньги. На механизмах. Мое предложение. Интересно, что этому пытались содействовать западные фонды российско-украинскому диалогу. Вот был диалог между политической, политично-думбой у нас и журнал «Колис Фастер» до фонда Эвертейст. Тут Кеннона устраивал тоже встречи российско-украинские, Центр Разумкова с Робцем, российский общественный и политический центр, да? И вот сейчас они проводят тоже опрос экспертов, и будет встреча, да? Да, и будет встреча. То есть такое делается, какие-то механизмы функционируют. Значит, некоторые из них прекратили существование, некоторые вот встречи, которые делает Разумкова Робц, происходят. Значит, действительно, тут нужно найти свое какое-то место и найти механизм. Относительно сайта, по-моему, после выступления господина Шендеролича, первую часть можно закрыть. Задача поставлена. Вперед, товарищи! Ура! И к ее осуществить. По-моему, идея прекрасная. В всяком случае, действительно, это может быть одним из конкретных результатов. Кстати, о пересечении границ. Прошлым летом я тоже попробовал специально из Крыма-Керчи, вот этим вот... Пароном. 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 Мы когда... Ну, сначала контроль на украинской стороне, потом на русской, палящее солнце, все стоят в очереди, значит, в очереди растягиваются. Как тогда россияне мотивировали, значит, все, что происходит. Вот. Потому что это действительно это жут. А ответ действительно простой, да? То есть контроль-то может быть один раз совместно осуществляться, правда? Ну, как минимум. Российский. Ну, хотя бы нет. Ну, пусть будет, ладно, да. Но это совместно. Ну, что может быть хотя бы вообще? То есть, во всяком случае, действительно, можно... Относительно других идей. Вот тут начали критиковать господина Чубайса за историю сопротивления. Мне кажется, в общем-то, это достаточно интересно. Кстати, эту идею я уже... Она где-то крутится уже. Потому что на самом деле, конечно... Ну, хотя мы считаем, что во многом мы правы вот в споре историческом, да? Но об украинском национальном движении, Голодомор и так далее. Но действительно, когда мы общаемся с российской стороной, особенно когда это делают официальные лица, либо пропагандисты, действительно перегибается палка и в результате получается очень часто непродуктивно. Да, вот я думаю, что дискуссия о Голодоморе, при том, что я считаю, что да, правильно с украинской стороны постановка вопроса о геноциде, но так, как это делалось, оно в многом оказалось контрпродуктивно и использовано другой стороной для того, чтобы показать... Отсмотрите, какие, значит, национальные люди сводящие. Вот. Так что вот это вот по относительно истории сопротивления. На самом деле это же то же самое, потому что, когда вы говорите «история сопротивления», с нашей стороны это включает и ООН, и УПА, и диссиденты, украинско-хельсинские союзы и так далее. Но смещаются как бы немножко акценты, и оказывается, что это наша совместная история сопротивления. Да, на этом мои как бы конструктивные идеи... То есть мой конструктив состоял в том, что я поддержал идеи с российской стороны. Своих оригинальных у меня пока что нету больше. Кроме того, может быть, возникнут к окончанию встречи. И я хотел бы вас попросить, поскольку так же, как и господин Смелько, я должен взять на пару к студентам, а вторая часть у нас, как видится нынешняя ситуация, дать мне три минуты, я скажу, как она видится, но... У нас вообще с трех... Трех не вернемся. Вторая часть. Вторая часть с трех. Трех не будет расписаться. Ну, буквально, это очень недолго. Поскольку ряд вопросов были уже поставлены, вот в частности о том, что сейчас в Украине происходит, как бы стоит задача изменить идентично. Я думаю, что мы не просто изменить идентично, она была другая. Правильно? Она была другая. И как раз, опять же, господин Шендерович сказал, что нужно ставить нормальных историков с нашей, с вашей стороны. А я бы поставил на этот сайт первую книжку, которая издана в российской серии «Жизнь замечательных людей», написанная российскими историками, называется «Книжка Мазеба». Вот когда ее прочитаешь, сразу изменяется отношение Таирова-Яковлева, «Петербургский историк», «Боб» книжка. Знаете, когда я читаю о Мазебе, «Ура патриотическая тоже с нашей стороны», я не видел. А тут я прочитал книжку российского историка «Супр». То есть, вот такие вещи, на самом деле, они есть. То есть, действительно, их можно искать и ставить. Так вот, относительно изменения идентичности. Она и была другой. А сейчас, эта книжка, кстати, это показывает. Сейчас, да, происходят изменения. И в какой-то мере действительно, вот вектор, как бы, мы видим, что вектор развития, он все-таки разный. То есть, в Украине все-таки вектор, вот, как бы, направлен при всех вот этих вот зигзагах к Европе. Я не совсем, скажем, согласен с интерпретацией вот тех вот социологических данных, которые вы приводили. Я бы, может, там подискутировал. В чем я поддержу, господин Авмелько, это в том, что, действительно, есть объединение вокруг вот этого политического, быть политическим украинцем. Господин Авмелько, быть политическим украинцем, да? Безусловно. То есть, в данном случае, в боях соотношения вот этих вот этнических частей, там, российское, украинское, еврейское, польское, оно не имеет значения, да? Многие идеологи украинского национализма, они этнически были поляки, русские. Есть понятие территориального патриотизма. Вот я думаю, что оно как раз, если мы хотим говорить о конструктиве, то оно как раз, это то, что объединяет нас тут в Украине. И я думаю, в смысле территориального патриотизма, я туда записываю, и господина Яваковича, и господина Ахмедова. Так? Потому что они заинтересованы жить вот в этом вот независимом пуске. Они добыть хозяйство, они захотят сдавать трубу. Вот это вот территориально-украинские националисты. Ну, действительно, да, и Пучма, и политический патриотизм. Это называется inclusive nationalism. То есть это не этнонационализм. И этнонационализм, а это, это там, как это называется, территориальный национализм. И вокруг этого, кстати, формируется украинская нация. В отношении, и в отношении того, скажем, хаоса, и что нас ожидает. Действительно, 2004 год, я думаю, это была уникальная возможность быстро рвануть вперёд, да, к Европе. И если бы у нас получилось, мы были бы большой поддержкой для вас. Да, я слышал этот тезис от многих либеражей российских интеллигентов, что ваш успех – это нам же нет. И если у вас провал этого эксперимента, оно отдастся. В России, соответственно, уже смотрите, что такая демократия. Зачем вам такая демократия? Значит, не получилось. Но, тем не менее, то есть, опять же, можно объяснять, что это сейчас не вредно. Но то, что сейчас происходит, это, в общем-то, институционализованный плюрализм. И даже вот в этом вот хаосе зарождается то, что действительно является определённым балансом силы. Балансом силы. И я думаю, что независимо от того, кто, скажем, как повернёт, как карта ляжет, кто станет президентом, возврата к авторитаризму не будет времён кучным. Не будет поворота назад в Россию, независимо от того, кто что сейчас говорит. То есть, есть определённая геополитическая логика. Она нас потихоньку, значит, толкает вот к европейскому вектору. И опять же, повторюсь, я думаю, что наш успех – это будет большой помощью для вас. Но опасность есть. Опасность есть. Она связана и с экономическим приземом, и с тем, что, да, накладывается вот этот вот политический хаос в условиях приближающихся президентских выборов. И есть опасность, что всё-таки кто-то, в том числе и в России, попробует разыграть вот эту вот карту. Хотя, в общем-то, разумные российские политики, аналитики, они говорят о том, что хаос в Украине или какой-то конфликт, да, раскол, он не выгоден для России. Потому что это такой головняк будет, что мало не покажется. Но, тем не менее, соблазн половить рыбку в мутной воде, поиграть за вот эти вот противоречия внутри украинской власти, он есть. Что-нибудь там организовать в Крыму, да, что-нибудь там организовать. То есть при желании это можно организовать. Вот это вот такая опасность есть. И накладывая, скажем, на ту нестабильность политическую, которая сейчас объективно сложилась в Украине, да, это может быть угрозом для Украины. Ну, а посредованно не для России. Хоть не боясь показаться неполиткорректным, даже правильнее, когда каждый говорит про там свои язвы, но вы правильно говорите об этой связи, что Майдан, так сказать, сильнейшие надежды, да, там, зеркальные, мы друг друга смотримся, так или иначе, мы уже обращаем. Ну, конечно, так, как мы смотрели на вас в 80-90-х годах. Вот у меня есть соображение, если видеть опасности, которые я вижу, при том, что общим вектором, который вы сейчас... Мне кажется, что хотя бы обошлись без октября, нашего октября 93-го года, да, без танков. И это может быть самое главное приятное отличие. Но процесс дискредитации демократического механизма, который мы прошли, который захочется Путиным, он у вас идет полным ходом. Со стороны это, по крайней мере, видно. И это ровно то, когда уже не у нас там в России скажут, ну вот вы, кстати, а когда здесь скажут, ну, посмотрите, да чего, главная реплика конца 90-х, до чего довели демократы. Харанчаш, что угадали, что кто делал, Сосковец, Грачев, там, кто демократы. Что, может, Афанасьев довел, так его с 91-го года нет именно, да? А вот о чем идет речь. Общее ощущение дискредитации самого механизма, когда в какой-то момент перестанут различать. Тимошенко, Ющенко, Иванович, и скажут, твердая рука нужна. И начнут искать среди военных. Вы знаете, действительно, это очень правильно. Действительно, большая опасность. Это со стороны опасность видна. Единственное, что пока что украинские элиты, они как бы признают вот этот механизм демократической легитимации и готовы признавать свое поражение. Посмотрим... Вот я хочу сказать, Янукович, который станет президентом... Мне все это довольно фиолетово оттуда, да? Вам нет. Но Янукович, который станет президентом, допустим, в результате президентских выборов, это совсем не тот Янукович, который в результате Кивалова стал президентом. Это две разные... Вот это тоже, так сказать, самое важное для меня из того, что происходит. Господин, сейчас последний выступающий, я перед этим хочу... Мы... Вообще у нас были большие надежды на приход Медведева. Понимаете, когда-то, когда они вдвоем были в Киеве, то во время то ли парайда, то ли чего-то... Семечки. Мутили. Не взял конфетку... Медведев взял, но это не большая надежда, что это повлияет. Оказалось, что... Да, нет, наверное, с нами. Если вы сейчас по-моему женщине, может, не знать, что это по-моему вопросу, наверное, это Киев, что... Ну, ему даже не сказали. Картин, что, наверное, не видеть, не видеть, не видеть, не видеть. Что такое Кутина. Последний выступающий, перед передовым... Не видеться. Парай, Папович, перед передовым. Я хочу, люди... Еще одно... Нет, мы еще по-моему... Через 45 минута, в часок. Но мы в каком режиме работаем? От забора и до вечера, или все-таки перервемся? Молодцы. Выступайте в роль сторожа. Регламы. 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 А я скультаюсь. До понапрежения. Я надеюсь... Извините, если непонятно. Но все равно по-русски. Мы уже так дорвались до общения, что пропустили кау-бры. Пропустили. Перерыв на обед, я думаю, с правилами кофе, это не логично. Поэтому есть предложение. Одного еще выступающего, потом перерыв на обед. Почему одного? Ну, пожалуйста. Кто хочет выступить. Так, дамы и господа, я прошу прощения. Да, я представлю. Дайте, я несколько слов скажу, мне просто потом убежать. Извините, у человека сегодня день рождения. Это у меня... Ну, надо слинять, никуда не деться. А мы вам подарок. О, спасибо. Вы подарок, это да. Тем более, я хотел бы, что перед Леонидом Борисовичем, по-моему, я вообще хотел бы похвалить тоже так в своем этом самом деле. Мне есть его книги, сейчас я скажу. Итак, значит, ну, все-то я скажу. Если я ошибся, то все равно. Поправьте. Вот, да, поправьте меня. Значит, Украинская Академия Русистики, вице-президент Устюк Олег Анатольевич, так сказать. Значит, ну, во-первых, что меня сюда привело? Мне хотелось, в общем-то, показать, что давайте так, никакой консолидированной украинской позиции здесь не должно быть, ее быть не может, потому что страна расколота по многим основаниям. На всех тех брейках, в которых мы встречаемся в Киеве, в Москве, в Санкт-Петербурге или, допустим, где-нибудь в Берлине, я наблюдаю разные ситуации. Обычно мы всегда изъясняемся друг другу в любви, говорим, что все хорошо, выпьем рюмку. Потом, когда мы расходимся по своим кабинетам и работам, мы пишем иногда очень пикантные вещи про наши страны. Поэтому я посоветую, так сказать, выслушать аудиторию, а потом по фамилиям кликнуть в интернет и посмотреть, кто что пишет после этого. Уверяю вас, вы откроете много интересных вещей. Потому что здесь мы все хорошие, здесь все любят Россию или все любят Украину. Можно обнаружить разные вещи, потом, так сказать, чтобы не обижаться и прочее. Ну, написанное опером уже не вырубишь топором. Раз. Второе, значит, я ни про две, ни про три Украины, я бы хотел сказать, что давайте так, если относиться, что у нас здесь есть в Украине по отношению к России, то надо смотреть, скажем так, на уровне регионального сознания, на уровне массового сознания и на уровне специализированное. Причем специализированное, я потом разделю, скажем так, люди, работающие на государства и люди, считающие себя научными деятелями, в той или иной мере, могущие работать, скажем так, так, как им захочется. В региональном, вы знаете, у нас раскол полнейший. Если на Востоке говорят, Россия вперед и бодроги на деревьях, то на Западе говорят, дякую Богу, еще я не мускай. Я веду к тому, что и там, и там это считается, в общем-то, нормальными вещами. То есть это на уровне обыденного сознания, это всем известно, достаточно посмотреть, допустим, либо газету Луганский, либо посмотреть, допустим, Львовскую газету, которую я регулярно, так сказать, просматриваю в интернете. То есть здесь есть проблемы. Вот, соответственно, мы живем в одной стране, и потом бы не хотелось писать книгу или статью, если доживем, почему развалилась Украина в шестой раз независимость. Вот. Следующий момент. Когда мы смотрим на массовое сознание, то тут, понятно, бегает массовый человек. И здесь массовый человек может выдать все, что угодно. И когда мы читаем, обычно в интернете, вот, он пишет на заборах и в интернете, то там можно, конечно, тоже встретить. Одно надежды, что вот Европа нам поможет, мы туда придем, все решится само собой. Вот. Другой идет вопрос, идет рассуждение про нашу власть, сравнивают, если помните, был такой ослоухий царь Медас, который к чему не прикасался, все получалось золото. В нашу власть, говорят украинскую, что к чему не прикасается, получается не золото, а что-то другое. Я думаю, вы догадались. Вот. Так сказать, приходится отслеживать, потому что непонятно, откуда оно все выплывает. Когда мы смотрим на специализированное сознание, вот тут начинаются самые пикантные вещи. Вот если Юрий Николаевич говорит тысячу лет, значит, открываем учебник Украины, значит, истории Украины, седьмой класс, страница 8, мы ранкируем точно. Это что, Вальс говорит тысячу лет? Вот, да. Я говорю... Да, вы говорите, что тысяча совсем другая. Вот цифра должна быть. У нас написано. Итак, страница 8. История нашего народа началась 140 тысяч лет назад. Да, страница 10. Краманьонский человек возник 40-35 тысяч лет назад. Вопросы на генез украинского народа. Когда начался? Вот. Давайте так. Это у меня есть цитата. Так что, извините, я отвечаю за свои слова. Вот это попадает в голову массовому человеку, пишет человек специализированный. Вот. Поэтому, значит, соответственно, первый вопрос. Тут много есть таких наработок. И некоторые из наших это пишут. Ну и, соответственно, потом, когда встречаем, так сказать, чтобы не удивлялись. Следующий момент. Когда мы говорим о том, какая история наша или не наша, давайте так, украинцы в рамках, пусть это будет Российская империя, завоевывали, захватывали вместе с русскими и прочее. Я как старый дальневосточник, который там много лет прожил и прочее, хотя я отсюда и потом сюда вернулся. Могу сказать, что все нормально, зеленый клын. Там существует, украинцев на Дальнем Востоке полно. Правда, они почему-то не знают, что они украинцы. И мне в детстве пару раз, когда я переводил те слова, которые они считали русскими, на украинский, мне доставалось. Вот, потому что люди не знали, что они используют и прочее. То есть я веду к тому, что давайте так, наша история совместная, это и ГУЛАГи, и первые пятилетки, и сопротивление этому. Это все наше, надо объяснять. Почему мы жили, каких успехов мы достигли, что мы где вместе делали и прочее. Вот, и, допустим, является ли украинцем генерал Паскевич, вот, конфидент Николая Первого, и, соответственно говоря, покоритель Казахстана и так далее, и тому подобное. Вот, и тот, который давил польские восстания, кто он украинец, он русский, но вообще никто. То есть эти вещи придется объяснять. Далее, значит, ну как-то вот все-таки я бы не стал говорить, что вот на Украине, вот сейчас мы приехали, здесь какая-то дорога к храму. Пролегает, я, например, ее как-то так, при всем желании, что-то не слишком обнаруживаю. Вот, я могу сказать, что те люди, которые работают в рамках специализированного сознания, те, которые пытаются, то есть говорить у нас на русском языке можно где угодно, ради Бога, Львов, Тернополь, никто ничего не скажет. А вот писать, преподавать, снимать фильмы, ставить спектакль, вот тут большая проблема. То есть этих людей, если хотите, на антологическом уровне, что, в общем-то, и делает человека образованного, его как бы не существует, он выводится. Вот, поэтому, соответственно, если задают вопрос, ты за НАТО или против НАТО, если ты отвечаешь так, значит, ты украинец. Если ты отвечаешь не так, или нет, или я сомневаюсь, значит, ты пятая колонна России, почитайте, у нас, в общем-то, этот момент предательства, то есть человек прячется за позиции государства и прикладывает своего понятного, ну, как это, может, такие вещи я говорю. Вот, у нас это существует, это нормально, поэтому у нас где-то несколько напоминает, вот тут старый анекдот, который рассказывает, что бежит там модраная собака с России в Украину, говорю, что бежишь там уже, не, говорит, бегу погавкать. Потом, через какое-то время возвращается, ну что, говорит, нагавкался, теперь хочу есть. Вот, понимаете, вот это несколько напоминает эти вещи. Следующий момент, очень часто... Он хочет питаться в России, я хочу уточнить. Да, по анекдотам. Я анекдотирую, ничего больше, галкой на Украине питаться в России. Вот, я говорю, что это можно перевернуть в другом варианте, я это знаю на украинском языке. Вот, то есть, следующий момент, ну, давайте так, очень часто сталкиваюсь, допустим, с российской позицией. Вот, на конференции в Институте Российской Истории, представитель от РГГУ. Может быть, то, что у вас происходит, сейчас плохое перегиды, потом будет хорошее. Но это получается по Ленину, понимаете. Сейчас будет диктатура пролетариата, чем больше диктатуры, тем быстрее она себя исчерпает. Где, значит, потом будет хороший социализм или коммунизм. Не очень тянет. Следующий момент, говорят, что у вас перед Украиной, вот, приезжала госпожа Волковонова, дочка известного генерала-лейтеналка Волковонова, Дмитрия. Рассказывает, перед Украиной стоят либеральные задачи и прочее. В этом институте, кстати, конференция. Но какие либеральные задачи? То, что у нас сейчас происходит, это, в общем-то, и есть либерализм в чистом виде, как он позиционируется. Вот, поэтому, в общем-то, я веду к тому, что, если в России, на мой взгляд, нация умирает, то, мне кажется, здесь она на Украине вообще не состоялась. Вот, и те позиции, которые сейчас, особенно в рамках специализированного сознания, особенно служащего государству проявляются, ну, мне не нравится, и мне кажется, что это ничем хорошим не закончится. Вот, и поэтому не хотелось бы, еще раз говорю, потом писать и рассказывать, почему шестая украинская независимость провалилась, и что бы для этого сделали. Поэтому, в общем-то, когда мы здесь, еще раз говорю, выступаем, то давайте так прикидывать, что будет за этим. Мы можем создать любой проект, мы там можем выговориться. Ну, давайте так, человек, сказавший А, должен говорить и Б. Вот. А как раз вот по поводу Леонида Борисовича, насколько я помню, все-таки специалист в мифологии есть. Какие-то книги. Нет, это не. Нет, 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 нет. Это у Леонида Борисовича, да? Ой, все равно хорошая фамилия у меня, черниг, это самое есть. Игуревич, знаете, я бы сказал. Да я знаю, как Карамурзов, наверное. Да, ну вот, все равно, если это родственник, то все равно хорошая книга. Хорошая книга. Вот, я могу сказать, понимаете, вот то, что строится у нас сейчас, у нас везде запущен постмодернистский диск, в котором сказано, что Украина должна выстраивать свой национальный нарратив, который выходит за рамки рациональности, который строится на мифологических основаниях и так далее, и тому подобное. Одно из проблем, вот, я цитирую в данном случае доклад Национального института стратегических исследований Украины в 2007 году. Забросьте туда, вот, глава шестая, и там написано, «Одно из проблем Украины является наличие преподавателей русскоязычных, ориентированных пансновистским подсоветским». Все. То есть, в этих условиях, то есть, я считаю, что здесь есть много проблем, их надо решать реально, и вот, если мы так опять в очередной раз поговорим, выпьем, объясним супругой внутри. Значит, давайте так, если мы... Мазепу издавать, понимаете? Мазепу издавать. Издавать можно кого угодно, понимаете? Вот. Просто, да, и переписку, понимаете, все это есть. Это надо издавать, безусловно. То есть, нужна какая-то, если уже дискуссия, так она существует. Если нет, еще раз говорю, вы, когда обычно приезжаете из России, вы сталкиваетесь с такой консолидированной официальной позицией, полагаете, что... Совершенно верно. Мы, слава Богу, не видим консолидированной позиции. Совершенно верно. Хотя бы вот мы с вами... Да, да, да. Я сразу хочу... А можно пошли как раз сюда и... Я просто, вот, вы знаете, благодаря вам, я четко знаю, что я не принадлежу никакой нации. Поэтому вот я шел утром и я думаю, что принадлежу как украинской нации. Можно сказать? Я четко знаю, что никакой нации нет. Почему нет? Потому что украинцы бывают разные. Которые совместные, которые обожают. Вы знаете, вы меня можете оберегать кем угодно. Если я этнический украинец, я не поверю вам. Вы скажете, я тот, я тот и прочее. Мне, в общем-то... Нет, я говорю о политической нации. А, политической. Понимаете? Есть политическая национализма. Если это в рамках интегрального национализма, тогда нет. Вы знаете, я действительно, я очень удивлен был этим. Я счастлив, что... Я знаю, что в Украине нет абсолютно никакой... Одобряемся, ну, это вообще... Причем настолько... Вплоть до того, что в моей семье абсолютно четко... Я поддерживаю одного, а она поддерживает. Она четко, жена, каждое утро мне говорит и вечер, что Тимошенко воровка. И все. Когда она принесет миллиарды, тогда я поверю. Абсолютно нормально. Я никаких финансовых санкций не... Нет, не делаю ничего. Пора уже. Абсолютно, вообще пора. Ну, понимаете, я... Я... Потому что вы говорили, действительно, у нас нормальная нация. У нас количество идиотов, которые пишут разные книги, вообще-то в три раза меньше, чем в России. Ну, просто и население в три раза меньше. Если какой-то идиот, если какой-то идиот, даже в учебнике, я знаю, насколько я знаю, у нас учебников много, да? Написали на восьмой странице нечто то, что вы сказали. Ну, подождите, это вообще, наверное, не точка зрения большинства истории. Очень много, это я получал. Ну, и стою образованием, и министерство образованием. Ну, абсолютно. Дети учат, как иди, чего. Ну, идиотики. Я, вот, Мачевский Игорь Андреевич, декан факультета политического института. В 91-м году, когда состоялись вот эти события, значит, многие здесь говорили, мы потеряли великую родину, мы потеряли родину. А я тогда сказал, что я ее обрел. Я обрел, мы вместе с Игорем Николаевичем, вместе с теми людьми, которые приехали сюда. Сейчас мне здесь сказали, что российская нация, она вообще никакая, а украинская вообще не будет, не состоится. Я просто не мог это осуждать. Я не знаю, зачем вы такие слова произносите. Здесь, в середине аудитории, единственный человек, которому все ясно. Абсолютно ясно. А остальные рефлексируют, сомневаются, пытаются найти какие-то решения. А тут вы меня просто обидели, понимаете? Меня, технического украинца. Вы же, вы рефлексируете. Вы обижаетесь. А, ну, вы думали, это с Россией. Извините, я не знаю. Вы наши, не наши. Ну ладно. Слушайте, мы обедаем, мы не правы. Нет, обедаем мы через полчаса. Для рампу, мы можем раньше. Я единственное, что я говорю, я хочу рассказать небольшую реплику, такую репрессию. Я имел удовольствие быть на... Уменьшую. Президент, это вот очень, по-моему, газету, солью предложить. Я хочу сказать, почему газета День. Потому что газета День идет в дискуссии. Какую Россию я люблю. Но у них есть основания обратиться вообще к нам, и в частности к нашим гостям. Пожалуйста. Действительно, сейчас серия публикаций, которую мы посвятили Дню рождения Герцена. Потому что, я думаю, Россию Герцена знают и любят многие. И мы посвятили этой дате серии публикаций, какую Россию я люблю. Украинцы и наши авторы, эксперты и просто читатели пишут. И пишут очень интересно. Читайте наш сайт www.dk.ua. Это одно. Да, это как пауза рекламная. К сожалению, наш главный редактор, естественно, не смогла приехать у нас сейчас в Чернидове. Но она передала российской стороне подарки. Вот это история Украины, России, наших отношений с 91-го года в фотографиях. Десять лет мы уже организовываем фотовыставку газеты День. Это действительно очень интересно. Посмотрите. Весело, грустно, по-всякому, но жизненно. С 2001-го года существует библиотека газеты День. Я думаю, Евгений Владимирович вам расскажет детальнее о ней, потому что он как бы был инициаторами создания. А я передам книги, некоторые, потому что в этой библиотеке уже 8 книг, а я передам только некоторые на русском языке. Значит, это Украина инкогнита, Украина неизвестная, белые пятна в истории Украины. Почитайте, посмотрите, действительно интересно. Здесь это собрание газетных публикаций, публикаций наших авторов. Потом две Руси. Отношения России, Украины, истории двух стран и так далее. Тоже очень советую читать. Ну и тут много говорили о Голодоморе. Один наш автор, Станислав Ключинский, выдал в нашей библиотеке книгу «Почему нас уничтожал Сталин и Голодомор 1932-1933 годы». На русском языке специально для тех, кто говорит, читает и думает на русском языке. Вот, это вам, а в этой этой книге, потому что там выгодно, да, да. Извините за мой не совсем точный русский. И еще сегодняшние газеты тоже на русском языке у нас в язычной из Клистана. В сожалению, мы все. Я думаю, вы будете их в поиске, в бессонную ручку читать. Спасибо вам. Ну и читайте о сегодняшней конференции тоже в нашей газете.